Весенние ласточки В открытом первенстве принимают участие девочки с 6 до 15 лет. Первыми на ковер выходят самые маленькие участницы соревнований. У некоторых из них за плечами всего полгода занятий. Под веселые мелодии детских песен они старательно выполняют гимнастические движения. Девочки должны продемонстрировать исполнение элементов, умение делать танцевальные дорожки, работу с предметом и умение двигаться красиво в музыке. Судейская коллегия оценивала выступление участниц в личном и командном зачете. Они отметили высокий уровень подготовки юных гимнасток в разных возрастных категориях. Мы же ездим на соревнования, которые проводятся в области и вне области. И выступаем, и тоже занимаем, бывают призовые листа, и дети также сдают на разряды. Соревнования по художественной гимнастике всегда отличаются яркостью, а участницы – грациозностью и гибкостью. Поддержать юных спортсменок пришли родственники и друзья. Небольшая трибуна для зрителей не вместила всех желающих полюбоваться на выступления гимнасток, и многим пришлось стоять. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Однажды жизнь Сергея Бурлакова разделилась на до и после. Из-за тяжелой аварии, которая произошла в армии, Сергей стал инвалидом. Но он нашел в себе силы и начал новую жизнь. Сергей занялся плаванием, пулевой стрельбой, легкой атлетикой, получил звание мастера спорта. И за дня в день Сергей Бурлаков доказывает, что ограниченные возможности здоровья – это не приговор. «Приглашайте этих ребят. Пусть они на колясках, на электроколясках проедут рядом со всеми. Это же классно, это же круто. И еще неизвестно, кто кому больше поможет. Если когда-либо с кем-то, не дай бог, что-то плохое произошло, у них всегда был пример перед глазами». Чемпионаты среди пара олимпийцев, медали, спортивные звания и рекорды. Каждый раз, выходя на старт соревнований, Сергей Бурлаков совершает небольшую, но очень важную победу над собой. Сергей первым в мире пробежал марафон на протезах и обогнал 12 тысяч здоровых соперников. Сергей Бурлаков – чемпион мира по паре карате. Его имя занесено в книгу рекордов Гиннесса. «Человек, имеющий инвалидность, это не говорит о том, что он какой-то особенный человек. Ну нет, у него там лапки или еще что-то, неважно. Он такой же человек, со своими тараканами, со своими плюсами и минусами. Он просто чуть-чуть другой. Но мы же все разные, поэтому все равны». Помимо спортивных побед Сергей Бурлаков достиг результатов и в общественной жизни. Он стал инициатором создания и президентом Федерации физкультуры и спорта среди инвалидов. А зимой этого года Сергей вошел в состав Общественной палаты России. «Люди, чтобы нашли в себе себя в себе и стали социальными людьми, которые приносили бы пользу городу, в котором они живут». С 3 по 5 мая в Орле прошло первенство России среди юношей и девушек по рукопашному бою. По итогам соревнований воспитанник спортивной школы «Икар» Дмитрий Мирюков занял третье место. Спортсмены «Рхатснеф» успешно выступили на треслевом первенстве в памяти Бориса Браховича в Озерске. Сыровчане заняли первое место в шахматах, второе в бадминтоне и третье в настольном теннисе. В конце апреля в клубе «Прогресс» прошел заключительный третий тур зимневесеннего этапа «Дартс» Лиги города Сарова. Победителем тура, как и всего этапа, стал Дмитрий Тишкин. Второе место завоевал Николай Вострецов. Замкнул тройку призеров Александр Березин. В Саранске завершился традиционный турнир по мини-футболу «Сайди-коман» 2010 года рождения, посвященный Дню Победы. Наш город на нем представили спортсмены из команды «Леса». Ребята заняли второе место. С 10 по 26 мая в Словакии пройдет чемпионат мира по хоккею. Свои сборные на нем представят 16 стран. Впервые за 25 лет в высшую лигу мирового хоккея вернулась в Великобританию. После двухгодичного перерыва выступят и итальянцы. Наша команда на предварительном этапе сыграет в группе «Б», где ее соперниками станут действующие чемпионы мира шведы. Обладатели серебра чемпионата мира 2018 швейцарцы, а также сборные Чехии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии. Капитаном российской сборной назначен Илья Ковальчук. Его ассистентами стали Евгений Малкин, Александр Овечкин и Сергей Плотников. Команда выступит под руководством Ильи Воробьева. Участникам на выставке «Собака плюс я» предстоит пройти несколько этапов. Рассказать краткую характеристику породы, показать умение обращаться и общаться со своими питомцами, а также нарядить собак, функциональные комбинезоны и тематические костюмы. Там же будут бесплатные конкурсы. Это конкурс ребенка-собака, в котором больше отсматриваться будет контакт ребенка с собакой. Возраст участника без разницы. Также мы готовим веселую эстафету. Тоже конкурсы разные, принять участие может любой. Что собака умеет, не важно. Просто веселая эстафета, в котором также будет лучшая команда выбираться и награждаться. На выставке зрители смогут увидеть показательное выступление собак из воинской части, полиции и ГОЧС. Также все желающие вместе с опытными инструкторами смогут испытать своих четвероногих друзей в цирковой дрессировке. Во-первых, это важно как для жителей и для людей, которые как любят животных, так и не любят животных, чтобы показать, какие они хорошие, красивые, воспитанные, а не только злые, с зубами и кругом какую-то писают. Потому что после нас на стадион может прийти каждый, когда закончится наше мероприятие, и посмотреть, какой чистый стадион. Хотя участников у нас бывает 80 собак. Оценивать собак будут специалисты из Москвы. Победители получат призы и ценные подарки. Выставка «Собака плюс я» пройдет 19 мая на стадионе за детской спортивной школой. Начало регистрации участников в 11.00. Более подробную информацию можно получить по телефону 8 903 040 88 60. Мероприятие рассчитано на лиц старше 12 лет. «Факел», «Огнеборцы», «Прометей», «Агент-01», «Искра», «Феникс». Команды с такими говорящими названиями собрались в спортивном зале первой пожарной части. Каждая сборная представляет то или иное подразделение ядерного центра. Ребятам предстоит побороться за победу в квесте, который организаторы посвятили 370-летию со дня основания пожарной охраны. «Мероприятие проводится в игровом виде, но это, наверное, самое лучшее изучение первоначальных действий по тушению пожара, либо по профилактике пожаров». Командам раздали маршрутные листы и пожарные щиты, которые будут заполняться наклейками по мере прохождения этапов квеста. Ребята в белых майках из команды «Прометей» представляют Институт лазерно-физических исследований ядерного центра. Многие из участников сборной познакомились с профессией спасателей впервые, но даже самые юные из них знают, как правильно обращаться с огнем и избежать несчастного случая. «Не доставать спички, следить за утюгом, выключать газовую флиту, не забывать выключать из розетки приборы». Составить пословицу, превратить пожароопасные слова в безопасный, сбить мяч, струей воды из пожарного рукава, пройти полосу препятствий и научиться надевать противогаз. Участники квеста не просто посмотрели, чем живут и дышат саровские пожарные, но и совершили полное погружение в эту непростую, но важную профессию. «Я узнала новые пожарные инструменты, как надевать вообще противогаз, какая работа пожарных сложная, какая нужна физподготовка». По итогам квеста команду отметили в различных номинациях. Зборная «Прометей» получила диплом за лучшее время при прохождении этапа эвакуации. После квеста всех участников ждали призы и вкусные угощения. Подопечные Владислава Родникова надевают заслуженные золотые медали городского этапа соревнований «Кожаный мяч». В прошлом году им удалось занять на турнире лишь последнее место. Год усиленных тренировок и работы с командой не прошел зря. На этот раз юные футболисты доказали, что они лучшие в своей возрастной группе. «Футбол – это все. Это эмоции, и дисциплины, и тренировки, и старания, и воли к победе. Вообще, самое главное, чтобы ребенок, человек сам этого хотел. Если он не хочет, то ничего и не будет». Главной целью турнира как в советские годы, так и в наше время была и остается популяризация дворового футбола. На городском этапе «Кожаного мяча» в этом году выступили 17 команд. Лучшие из лучших определялись после нескольких недель соревнований. «Вы – будущее саровского и российского футбола. Ведь таланты вырастают из детского футбола. Даже достигнув зрелого возраста, я вспоминаю всегда детскую футбольную жизнь». Юные футболисты боролись за победу в турнире в четырех возрастных категориях. Команды играли по традиционной круговой системе. За победу судьи присуждали три очка, за ничью – одно, за поражение – ноль очков. Победители и призеры определялись по общей сумме набранных баллов. «Когда много ребят участвует, тогда и формируется сильная сборная, потому что проходит хороший отбор. Все ребята мотивированы, они смотрят, как другие участвуют, и также хотят побеждать и входить в состав сборной». В середине мая саровские футболисты отправятся на зональный этап турнира «Кожаный мяч» в «Разамас». Дарья Цепорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова